Здравствуйте! Это Актуальное интервью. Я Татьяна Черемкина. В студии член общественных палат Республики Саха-Якутия и Российской Федерации, председатель Саха-Якутской Республиканской Организации Профсоюза Работников Государственных Учреждений и Общественного Обслуживания, Вячеслав Петрович Алексеев. Здравствуйте, Вячеслав Петрович. Здравствуйте! Вы член двух общественных палат Республики Саха-Якутия и Российской Федерации. В июле этого года уже истекает срок полномочий второго состава общественной палаты Республики Саха-Якутия. И, наверное, сейчас самое время говорить о том, каковы итоги работы того состава. Общественная палата второго состава действительно в июне месяце отрабатывает свой срок. Будет три года. Ну и три года были очень напряженными в плане активизации деятельности наших общественных организаций. Надо сказать о том, что состав общественной палаты у нас состоял из 15 членов, назначенных главой Республики, 15 членов избранных от общественных организаций и 36 представителей наших муниципальных образований и городских округов. В целом, общественная палата, я думаю, ну и имею право, наверное, я был председателем общественной палаты нашей Республики, вот принимали самое активное участие во всех делах. Но прежде всего хотелось бы сказать о том, что за эти годы практически мы сформировали структуру деятельности общественных организаций. Но прежде всего, практически во всех районах и городских округах у нас сегодня работают общественные советы. Помимо этого, у нас созданы общественные советы 42 органов государственной власти, и еще у нас созданы общественные советы при территориальных органах исполнительной власти Российской Федерации на территорию Республики. То есть, везде сегодня у нас принимают участие общественники в общественных советах. И эти общественные советы сегодня активно начали свою работу. Это уже говорит о многом. Ну, помимо этого, надо сказать о том, что за эти годы практически приняты законодательные акты, согласно которым сегодня будет организована деятельность общественной палаты Республики. Прежде всего, надо сказать о том, что в прошлом году был принят закон об общественных палатах субъектов Российской Федерации. И на основании этого в декабре мы приняли закон об общественной палате Республики Саха-Якутия. Но закон, принятый в 2011 году, он был принят нашей республикой. И, значит, практически там часть моментов были наши своими от Республики. В том числе и 36 членов от муниципальных образований и городских округов. Далее, значит, сегодня мы подготовили, ну, вернее, приняли свой нормативный акт по формированию общественных советов муниципальных образований. И сегодня на уровне государственного собрания Илтумен, значит, имеется законопроект, который будет обсуждаться. И, значит, сегодня будет, ну, я надеюсь, он будет принят. И тогда общественные советы при муниципальных образованиях городских округах, которые будут формироваться по закону. И это даст возможность, ну, и единообразия, во-первых. И, во-вторых, значит, право общественным советам иметь материальную поддержку со стороны муниципальных образований. В эти годы, значит, ну, мы принимали участие во всех делах, в обсуждении законопроектов. Особенно и на республиканском, и на федеральном уровне. Пусть это будет и дальневосточный гектар, пусть и мамонтовые кости. Да, вот строительство онкологического центра, который, в принципе, находилось на контроле председателя общественной палаты Бричалова. И мы вот в этом плане четко работали. То есть, по многим вопросам мы проводили форумы во всех наших крупных районных центрах. Деревня Душа России, форумы по активизации НКО. Ну, я думаю, что в этом плане работа проводилась. И ресурсные центры созданы сегодня по оказанию помощи нашим некоммерческим организациям. Вячеслав Петрович, я знаю, что Вы избраны представителем общественной палаты Республики Саха-Якутия в общественной палате России. Поздравляю Вас с этим. Скажите, пожалуйста, а как проходили выборы? Ну, выборы проходили на основании закона об общественной палате Российской Федерации. Согласно закону, 40 человек членов общественной палаты назначаются президентом Российской Федерации. И он указ издал, 40 человек избраны. 85 членов общественной палаты Российской Федерации избираются от общественных палат-субъектов. И тут, надо сказать, избирались они из членов общественной палаты, допустим, по нашей республике, из членов общественной палаты нашего субъекта. Но, надо сказать, что выборы проводились у нас в соответствии с требованиями. Во-первых, до всех членов общественной палаты было доведено, кого они желают видеть членами общественной палаты. И затем было определенное выдвижение, были выдвинуты наши коллеги. И, значит, с учетом целесообразности, мы в первом туре тоже проводили три заседания, к сожалению. В первом заседании, значит, выдвинули три кандидатуры, но, к сожалению, они не смогли набрать абсолютного большинства. Это на 66, это значит 34. К сожалению, мы не смогли набрать. Проводили второе заседание, но, к сожалению, тоже с новым выдвижением. Уже те, кто принимали участие, не принимали участие. Ну и, к сожалению, тоже голосов не хватило. И поэтому, ну и для того, чтобы у нас был представитель общественной палаты нашей республики в общественной палате Российской Федерации, мы проводили третье заседание, и на котором, ну, предложили мою кандидатуру. И абсолютным большинством, 47-49, значит, я избран член общественной палаты Российской Федерации. Вячеслав Петрович, Вы уже упомянули о том, что был принят новый базовый закон об общественной палате Республики Саха-Якутия. Но вот что принципиально поменялось? Принципиально поменялось. Поменялось прежде всего сегодня, ну, мы сохранили 66 членов общественной палаты, и при этом приписали с учетом представительства муниципальных образований и городских округов. Это раз. И во-вторых, сегодня, значит, одна треть общественной палаты, это 22 человека, они формируются указом главы республики. Теперь, значит, 22 члена избираются или формируются государственным собранием Илтумен. Остальные 22, они будут избираться представителями, назначенными главой и государственным собранием Илтумен. Но при этом мне бы хотелось сказать о том, что глава республики 22 человека будет отбирать из списка представленных федеральными общественными организациями и некоммерческими организациями. Федеральными. Вот они пойдут через список главы республики. Республиканские общественные организации и некоммерческие организации, они будут представлять кандидатуру в государственное собрание Илтумен. Вот они пойдут через список государственного собрания. Местные некоммерческие организации, они, значит, пойдут уже по путем выбора 44-мя, которые, значит, пройдут. Но при этом я бы хотел сказать о том, что, допустим, общественные организации, вот федеральные, это у нас сегодня идут профсоюзы, вот опора России, ДОСАВ, деловая Россия, ветеранские организации, вот они идут у нас как федеральные, есть представительства здесь. Но помимо этого есть у нас 1222 НКО, это республиканские. Вот в их число входит казачье общество, охота общество, спортивное общество, республиканского статуса, национальные общины и так далее. То есть они войдут в этот список. И у нас имеется 383 общественные объединения, это местные, это прежде всего у нас общественная организация, содействие, развитие, какой-нибудь район, поселение, есть у нас такие землячества, добровольные пожарные дружины, ТОСы, ТОЛЬБА и так далее. Которые имеют юридический статус. Вячеслав Петрович, а вот сейчас идет выдвижение кандидатур. Скажите, пожалуйста, насколько активно граждане вообще принимают участие в этом? Ну, к сожалению, надо сказать, что активность очень низкая. Правда, люди интересуются, спрашивают. Но, к сожалению, на четвертое число у нас поступило от федеральных общественных организаций три документа. Государственное собрание ЛТМН от республиканских один документ. И от местных, к сожалению, в общественную палату не поступило ни одного документа. Люди интересуются, спрашивают. Но надо сказать тут о том, что действительно, уважаемые коллеги, время истекает. По списку главы республики срок 12 мая. Считайте, праздники тут четыре дня. Да, вообще. Поэтому остается практически ничего. Теперь до 16 мая должны быть представлены документы Государственного собрания ЛТМН и в общественную палату. Поэтому, уважаемые наши общественники, просьба активизировать работу. И надо представлять документы, иначе мы не сформируем общественную палату третьего состава. Вячеслав Петрович, а как вы объясняете для себя вот такую низкую гражданскую активность? Ну, в принципе, я прежде всего это хочу объяснить тем, что у нас активных общественников очень много. Но всегда люди почему-то тянут до последнего. Люди интересуются, люди хотят. Есть такое. Но вот сегодня надо нашим общественникам помочь. Вот мы направили дополнительные письма в наши общественные советы муниципальных образований городских округов с тем, чтобы они ускорились, напоминание нашим общественникам с тем, чтобы они активно занимались этими делами. Может быть, люди не хотят брать на себя лишнюю нагрузку? Действительно, работа в общественной палате, она работа такая, скажем, для энтузиастов. Она не оплачивается. Потом там, наверное, такой солидный пакет документов. Надо собирать людям. Да, пакет документов солидный. Особенно это касается общественных организаций. Они должны представить все документы о своей регистрации. Вот принимает участие практически те НКО, которые зарегистрированы за год до формирования. Это, считайте, год они должны уже отработать. Далее, значит, должны представить документы, касающиеся регистрации Минюсти, Управление юстиции у нас, Налоговая инспекция, рассказать о своих добрых делах, о том, что они сделали, и, конечно, согласие самого кандидата, и решение о выдвижении. Это, конечно, документы, вот их надо собирать. Но после поступления документов, значит, они пройдут проверку, потому что у нас государственные и муниципальные служащие не имеют права выдвигаться члены. Если выдвигаются члены партии, они при избрании должны приостановить свое членство в партии. Далее, значит, у нас, допустим, президент, депутаты и так далее, и местные, и республиканские не имеют права выдвигаться. Это чисто общественники должны быть. Спасибо. Ну вот, все-таки, будем надеяться, что вовремя будет сформирована общественная палата Республики Саха-Якутия, нового уже созыва. И думаю, что все будет хорошо. Благодарю вас за это интервью. Вячеслав Петрович, еще раз поздравляю, что вы избраны членом Общественной палаты России. Я думаю, что тут взаимодействие вот палаты Республики Саха-Якутия с Общественной палатой России, ну, даст свои плоды. Спасибо. Еще раз напомню, что гостем в студии был член Общественной палаты Республики Саха-Якутия и Российской Федерации Вячеслав Петрович Алексеев. На этом мы заканчиваем. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Кулакова Корректор А.Кулакова